доброе утро друзья хотел бы задать вам вопрос по поводу работой пишет наш корреспондент как вы и в сша в целом относятся к переработкам сверхурочным и как нужно к ним относиться особенно когда речь идет о неоплачиваемых переработках в москве говорят что это тренд и это нормально при восьмичасовом рабочем дне до шести вечера задерживаться а дня до шести вечера до как до 6 вечера задерживаться до 9 до 10 так под 50 процентов да значит причем работодатель заявляет что эти переработки не оплачиваются и что это нормально так все работают ну давайте давайте поговорим значит так мы сейчас солнышком только определимся чтоб нам на камеру не светило ну давайте может быть переверну я на ту сторону вот так ну что поехали значит в соединенных штатах по закону то есть не вопрос моего отношения отношения может быть любым но если мы про законы говорим значит законы говорят так положено платить за переработку за сверхурочные не всем но вот там где положено положено платить 50 процентов до 12 часов в день и двойную оплату если больше 12 часов в день при этом что там еще до аналогично в двойная двойная цена идет за работу по выходным насколько я помню тут я могу быть не не очень точным но выходные оплачиваются больше чем обычный день теперь не все люди не все люди получают оплату за сверхурочные есть такие профессии ну как бы сказать творческие что ли вот они что называется экземпт они исключены из этого правила и в этом смысле вот у нас кремниевая долина работает легко много сверхурочных бывает что и не то что 40 часов в неделю а и 50 и 60 вы этим никого не удивите то есть это бывает вопрос состоит том нравится вам это или не нравится если не нравится то например легко ли найти другую работу чтобы там например не было переработки но ищите и обращайте да то есть работа такая тоже есть но если мы говорим про стартапы например то у стартапа логика такая они говорят конечно ты работаешь сверхурочные конечно мы тебе за них не платим но ты получаешь вот эти опционы до stock options как у нас называют то есть если компания попрет и выйдет в паблик что не факт и эти акции превратятся в какие-то большие серьезные суммы вот тебе и компенсация ты не просто получишь там какие-то копеечки свои а ты получишь какие-то очень существенные суммы потенциале примерно так но это ваш выбор соглашаться или не соглашаться примете вы можете пойти в компанию где такого нет как бы есть выбор но со всей стороны со всего мира люди стремятся вот сюда вот мы с вами тут едем вот прям сказать в эпицентре этого всего и стремятся чтобы поработать в такой компании чтобы иметь такую возможность вот я не знаю как в голливуд там девчонки съезжаются да там со всей со всей страны бегут и со всего мира вот думаю сейчас он там работает официантка и вот сейчас зайдет какой-то принц там я не знаю ли там спилберг по минимуму и раз она в звездах много такого в отличие от голливуда в кремниевой долине действительно многие тысячи людей очень неплохо заработали на вот этих stock options вот представьте себе сколько тысяч людей работала в гугле фейсбуке на тот момент когда они вышли в паблик да и их там какие-то непонятные бумажки вдруг даже не бумажки а так запись там где-то вдруг превратилась живые деньги так что такая возможность есть но еще раз с точки зрения закона есть профессии которые экземпты им просто не положено действительно не положено а не нравится значит ищи другую работу я помню знаете что вот работал стартапе в одном это был свое время легендарный стартап он был это была вторая интернет-компания вышедшая в паблик первая была нэдскейп а вторая была вот это вот где я работал называлась набро движена на и сейчас есть этот бродвижен вышел там по 7 долларов за акцию а через четыре года был 700 вот представляете себе да и у всех инженеров то там было там было вот если у меня там как я был не бог весь какой-то начальник но у меня было боюсь собрать вам 5000 этих stock options на тот момент вот так потом добавляют там пока работаешь но это был стартап там народ перерабатывал в общем неплохо но была женщина которая наша соотечественница лиля ее звали вот это лили она была программистом там на си пласт пласт и у нее был ребенок ну там какого-то не юного очень возраста может как лялечка и она когда нанималась она сказал я овертайм оставаться не могу вот я вот так ей говорят ладно давай принимается вот вот собственно и все то есть чем выше у вас уровень квалификации тем больше вы можете поторговаться в этом деле но опять я не говорю про москву я говорю про рынок вот местный и вот что касается москвы значит у вас есть свои законы там трудовой кодекс какой тоже есть там я не не берусь говорить что он там выполняются законы не выполняются как там народ делает чтобы законы не выполнять или закосить под выполнение не выполняет отдельный мир совсем но но все таки вот есть законы и вы должны как бы по этим законам знать ну как расписано то есть можно или нельзя то есть одно дело когда работодатель говорит работы сверхурочные мы тебе не платим и это можно и совсем другое когда он говорит ты работаешь но нельзя но это на самом деле нельзя потому что в какой-то момент там наработав на какую-то сумму там сверхурочных вы можете пойти просто в суд и вот и даже такой суд какой у вас там есть вот какой он есть он вам я думаю так совершенно нормально обязует этого и значит работодателя заплатить так 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 я подозреваю поэтому ну еще раз это я издалека и я не не претендую ни в кое ни в коей мере значит как я отношусь к сверхурочным я вам уже сказал что это вопрос выбора индивидуального то есть у меня был период жизни когда я приехал только соединенные штаты я сверхурочные работал легко по 12 часов день я работал мы все вместе да вместе 8 до плюс 4 сверхурочных то есть я легко перерабатывал по 12 часов день у меня был день однажды я пришел я обычно к 8 утра туда приходил на работу ребенка в школу и на работу будет это 8 там 15 я пришел на работу а ушел домой в 7 утра следующего дня потому что был релиз и там несколько раз переделывали этот релиз и нужно было сидером с тем что там должно было пойти в продакшн значит его нужно было там самолетом отправить там куда ты там уже стоял этот duplication shop ждал этого сидером и вот мы там несколько раз переделывали до 7 утра бывает так тоже но это это ваш личный выбор но иногда у вас выбора толком нет в том смысле что вы новый человек вот вы приехали в страну у вас есть какая-то работа у вас нет такой квалификации которая позволяла бы вам менять эту работу в тот момент когда вы чувствуете что что-то не так а вы как-то боитесь этого есть люди которые по квалификации могли бы но они просто не любят менять работу и они вот как-то значит терпят тоже бывает поэтому это абсолютно индивидуальный такой выбор и он зависит от человека как такового так что что для себя считает приемлемым и от обстоятельств внешних то есть допустим вы не считаете это приемлемым но вот сегодня некуда деваться я могу сказать что вот это вот манера в кремниевой долине перерабатывать чудовищно перерабатывать возникла как раз когда обвалился интернет бум связано это было в частности с тем что много народу работу потеряли и вот была попытка как-то сэкономить на том на этом я не знаю там в этот в этот момент бурно начал развиваться аутсорсинг и всякие вот офшорные там департменты и люди начали работать овертайм то есть в чем состоял овертайм вот и утром там рано не знаю 6 утра у тебя там как какой-то конференц-кол там с индии значит ты из дома там участвует потом у тебя в полночь опять с индии весь день ты на работе и люди которые работали в тот момент они приняли это приняли потому что было плохо с работой и уже лучше я там поработаю овертайм чем допустим буду вообще без работы сидеть у них там ипотека своя там какие-то обязательства ну куда вот деваться а дальше она так интересно встроилась в жизнь что уже вроде и все так и вроде ну чего теперь вот и она не ушло никуда она вот так и осталось а вот то есть произошло в момент когда люди не имели выбора особо то есть выбор который был не был хорошим выбором не назовешь вот так мое отношение и некоторые как история предыстория вот наверное все так что пожелаем нашему так сказать корреспонденту который вопрошал чтобы он от жизни получал удовольствие в частности от работы и чтобы всякий раз когда мысль такая что надо валить что было куда валить вот это рядом это хорошее такое доброе пожелание счастлива